Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу, как можно самостоятельно, в условиях даже домашних, не зная каких-либо глубоких знаний по остеопатии и кинезиологии, скорректировать себе череп, поставить позицию черепа на месте и тем самым улучшить гормональный фон, нервный фон, эмоциональный фон и все составляющие из этого. Смотрим. И первое, что вам нужно сделать, это определить позицию черепа. Действительно, в одной из плоскостей ли она разъехалась, либо череп у вас в порядке стоит. Кстати, можете пройти в ссылку в описании, я оставлю там ее, полный курс по коррекции черепа и ВНЧС. Он там будет, поэтому проходите, изучайте, все подробно есть там. А теперь, что нужно делать? Берем вот так вот две руки, два больших пальца и заводим себе за ухо. Вот здесь вот есть сосцевидный отросток, то есть это косточка за ухо. Мы ставим так две руки и ставим ее вот таким вот образом. Ее это большой палец. И смотрим на зеркало, то есть стали перед зеркалом и оценили позицию черепа. Какой из сосцевидных отростков? Выше, какой ниже? Чаще всего бывает, что один ниже, второй выше. Бывает так, что он ровный, то есть череп. И ничего с этим делать не нужно. Если у вас имеется разница, допустим, у вас правый выше, левый ниже, вот так пальцы стоят. Делаем следующим образом. Определяем ту сторону, которая выше стоит. И с этой стороны находим грудинно-ключично-сосцевидную мышцу. Вот она, я вам ее показываю. То есть, если вы повернете голову, немножко наклоните, ее можно легко прощупать. И доходит она до ключицы, одна ее часть, вот она. А вторая доходит до грудины. И эту мышцу нужно отработать. Потому что одна из как раз таки тяг черепных завязана на грудинно-ключично-сосцевидной мышце. Что делаем? Сначала отрабатываем мышцу грудинно-ключично-сосцевидную, ее место крепления к сосцевидному отростку. Опять же, голову поверните, легко наклоните. Вы обнаружите, где она крепится. И это место за ухом надо тщательно промассировать. Не жалейте, подавите сильнее. Вы найдете там болевую зону. Она может быть сильной, может быть средней силой, может быть в виде шарика там обозначится. Поэтому помассируйте до исчезновения боли. Здесь. После этого спускаетесь ниже на ключичную ее порцию. Находите здесь тоже болевую зону, либо шарик болезненный. И отрабатываете прямо здесь тщательно. После этого спускаетесь на грудинную порцию. Вот она прямо сюда. Идет к рукоятке грудины, к телу грудины крепится частично. И отрабатываете эту мышцу здесь, прямо массирующими движениями. После этого нужно эту мышцу немножко потренировать. То есть подделать движения наклоны вниз, наклоны налево, направо. То есть любые движения в этой мышце, чтобы ее активировать. Следующим этапом это отработка различных спаечных элементов между двумя ножками. Опять же, поворачиваем голову, делаем легкий защип вот здесь. То есть прямо в центре мышцы, прямо надо ее ущипнуть. Может быть болезненной. Защипнули и мягко держим, но опять же не так, чтобы она выскользнула. И в этом положении оставляем руку на месте и делаем движение налево. Достаточно мягко делаете это направо. И у вас будет боль все меньше, амплитуда все больше. До того момента, пока полностью вы амплитуду не поймаете и не выскочит мышца из-под пальцев. После этого опять же, голова вниз, голова направо, голова налево, круговые движения, мышцу активировали. С той стороны, где череп был ниже, здесь у вас укорочена эта мышца. Что нужно сделать? Ее лучше растянуть. Поворачиваем голову в противоположную сторону и откидываете легко назад. Натяните эту мышцу, неважно где она, справа либо слева. И легкими массажными, такими легко продавливающими движениями тяните от сосцевидного отростка. Сначала по грудинной порции, потом от сосцевидного отростка к ключичной порции. Повторяйте так несколько движений. В среднем это 5-7 таких массажных движений. И опять же после этого понаклоняйте голову, поработайте, то есть активируйте эту мышцу. После этого надо отработать короткие разгибатели на шее. То есть это мышцы шейно-затылочные. Сейчас покажу. После этого нужно отработать позицию затылка, то есть затылочной кости. В подсказках сейчас всплывет, как это можно сделать с помощью мячиков. Я сейчас покажу, как это можно сделать с помощью рук. То есть вы находите место перехода шеи в череп. То есть или место перехода черепа в шею. В общем вот этот вот сгиб. Можно как это сделать? Вот ставьте руку назад на шею, поднимаетесь выше, откидываете голову немножко назад. И чувствуете, где шея начинает сгибаться. Место сгиба, то есть с головой ее происходит. Вот это место. Тут немножко продавили в кость и нащупали болезненные какие-то зоны. Она может быть справа, эта зона может быть слева. То есть нашли слева, допустим, что делать нужно? Теперь с точки не сходите, откиньте голову назад, снова помассируйте и почувствуйте, боль стала меньше, либо больше. После этого опять голову наклоните вперед, помассируйте и почувствуете, стала ли боль меньше, либо больше. И оставьте голову в той позиции, где боль меньше. Допустим, наклоняя вперед, боль меньше, отмассировали здесь точку до полного исчезновения боли. То же самое сделайте с левой стороны. Найдите, откиньте голову, помассируйте, наклоните, помассируйте и допустим в откинутой позиции головы у вас боль меньше. Отработали до исчезновения боли. После этого также голову назад, направо, налево, поскручивайте, поработайте короткими разгибателями. Теперь проверьте заново позицию именно сосцевидных отростков височных костей. То есть встаньте перед зеркалом, два пальца больших, встаньте за уши на уровень ваших сосцевидных отростков. И посмотрите, если все сделали правильно, то в подавляющем большинстве случаев, где-то 80-90% уровень костей черепа у вас выровнится. Если было вот так, станет вот так. Бывают такие варианты, что если у вас была исходно такая позиция, то после коррекции бывает, что переехали. Ну, значит, вы очень тщательно поработали. Это в течение 2-3 дней в позицию вернется. Потому что бывает очень часто недорабатывающая мышца, она давно не работала, забыла, как это делать, и она прям включилась активно. Если же есть сдвиг по черепу, но не полный, то есть частично, повторите это еще несколько дней. И желательно вообще работать от 7 до 14 дней. Итак, вы позицию черепа свою скоординируете, отработаете свои все недуги головные, гормональные, нервные. Если хотите полный курс пройти, повторяю, внизу ссылочка. Можете кликнуть на нее. Она так называется онлайн-курс по ВНЧС и черепу. Пройдите его полностью, чтобы понимать вообще, что еще можно сделать со своим черепом и головой. Поэтому рад был делиться. Пользуйтесь. Продолжение следует...